Здравствуйте! Мы хотим представить вам доклад на тему Метагеномный анализ в современной микробиологии и медицине. Метагеном – совокупность геномов микроорганизмов из одной среды обитания. Метагеномика – наука, изучающая совокупный генетический материал микробных сообществ. В основе метагеномного анализа лежит культурально независимый анализ коллективного генома микробного сообщества, основанный на секвенировании. Метагеномный анализ находит применение в медицине, экологии, сельском хозяйстве. Метод отличается особой точностью и информативностью, позволяет выявить некультивируемые микроорганизмы и получить сведения о их роли в развитии заболеваний. Развитие метагеномики обусловлено распространением методов секвенирования нового поколения, суть которых состоит в определении последовательности нуклеотидов в геномной ДНК или в совокупности ИРНК за счет амплификации множества коротких участков генов. Цель исследования – провести анализ доступной научной информации по проведенным исследованиям и предоставить основополагающие данные о потенциале метагеномного анализа, достижениях на современном этапе и перспективах для студентов медвузов и врачей. Проведен анализ научных источников, составлен реферативно-аналитический обзор, ставший основой для данного доклада. На данном слайде представлена история генетических исследований и секвенирования нуклеиновых кислот. Методы секвенирования нового поколения позволяют получить более полную информацию о представителях микробных сообществ, различных ниш организма человека. Предоставлена возможность изучения генов микробиоты полости рта. Получены данные о резидентной микрофлоре желудка и влиянии хеликобактер пилори на видовое богатство бактерий, колонизирующих этот биотоп. Продолжается изучение кишечных микробиотов, выявлена роль бактериадос в возникновении рака кишечника. Одним из глобальных исследований, основанных на метагеномном анализе, является работа в рамках проекта Метахит. В результате его реализации создан масштабный реестр генов микроорганизмов, населяющих кишечник человека. Большим прорывом стало открытие энтеротипов, групп людей с различным составом микробиота кишечника, с определенным доминирующим представителем. Метагеномный анализ позволил выявить связь между составом микробиота кишечника и предрасположенностью к ожирению и воспалительным заболеваниям. Результаты метагеномного анализа в рамках проекта позволили разделить участников эксперимента на две группы людей с низким и с высоким числом генов. При этом количественная разница составила около 40%. Количество генов влияет на энтеротип. В рамках проекта была выявлена важная роль генов бактерий в патогенезе ожирения. Показано, что избыток жирной пищи ведет к сокращению разнообразия микробиоты. Низкое бактериальное разнообразие усугубляет воспалительные заболевания кишечника и способствует рецидивированию. В последние годы кишечные микробиота рассматриваются в качестве эндокринного органа. Бактерии синтезируют значительный спектр активных соединений, в том числе нейромедиаторов. Нарушения бактериального состава в кишечнике в первые годы жизни ребенка оказывают негативное влияние и могут сопровождать развитие психических расстройств, в том числе расстройств аутистического спектра. На базе РНИМУ Пирогова проводится исследование полный метагеномный анализ энтеральной микробиоты у детей с расстройствами аутистического спектра в поиске маркерных композиций генов. Метагеномный анализ позволяет выявить генетическую структуру инфекционных агентов, осуществлять мониторинг их генетической вариабельности и распространенности, что особенно актуально на фоне миграции населения, ослабления санитарного контроля и возникновения атипичных штаммов бактерий и новых вариантов вирусов. НГС позволило выявить новые штаммы ареновируса, астровируса, ранее неизвестные гены-варианты вируса группы ВПЧ. Секвенирование применяется для эпидемиологических расследований вспышек инфекционных заболеваний. Таким образом, на сегодняшний день метагеномный анализ нашел свое клиническое применение по следующим направлениям. Во-первых, это идентификация микроорганизмов из первичных клинических образцов, прогнозирование устойчивости к противомикробным препаратам, обнаружение детерминат вирулентности, прогнозирование устойчивости к противовирусным препаратам, в том числе к антиретровирусным, разработка пробиотической терапии на основе микробиоты здоровых людей, диагностика инфекционных и неинфекционных состояний на основе реакции человека-хозяина, секвенирование вирусных опухолей или анализ жидкой биопсии. В заключении нужно сказать, что метагеномика вместе с использованием технологий массового параллельного секвенирования позволяет прояснить патогенез многих заболеваний, помогает в осуществлении эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями. Данные, полученные в ходе метагеномного секвенирования, могут быть использованы для совершенствования диагностических систем МАНК. Возможность получения данных о природе заболевания на генетическом уровне способствует персонификации медицины. Спасибо за внимание!